Здравствуйте, Вера Егоровна! К вам в гости можно? Можно, можно. Почти как Дед Мороз и Снегурочка. Представители партии «Единая Россия» и администрации Звенигорода идут в гости к Вере Забровской с подарками. За помощью к волонтерам пенсионерка обратилась в декабре. В связи с трудной жизненной ситуацией попросила помочь с приобретением дорогостоящего лекарства. Я считаю, что не очень долго я ждала. Где-то в течение, может, месяца. Вот так. Это я считаю, что не очень долго. Хорошо, спасибо за то, что все-таки вот, как говорят, с оперативной вот эти внимание такое быстро оказали. К слову, трудности Веру Егоровну не пугают. Ее детство пришлось на страшные годы Великой Отечественной войны. Но это не сломало юную жительницу Тамбова, а только сделало сильней. Жизнь была очень трудная. И никто не ожидал, что мы все шесть человек получим высшее образование. Мы все пошли учиться. Вся трудовая жизнь прошла в детском саду. Сначала на должности воспитателя, потом заведующей. Сейчас главное богатство пенсионерки – дочь, зять и внучка. Но сюрпризы от них впереди. А пока – новогодние подарки и поздравления от единороссов. Мы обратились к нашим коллегам из партии «Единая Россия», из Совета депутатов, фракции «Единая Россия». И они нам помогли сегодня такую маленькую, но очень нужную мечту исполнить Вере Егоровну в канун Нового года и Рождества. Вера Забровская – одна из трех тысяч жителей Звенигорода, которым волонтеры протянули руку помощи в уходящем году. Закупали продукты и лекарства, помогали оплатить жилищно-коммунальные услуги. Впрочем, число тех, кому уже помогли, не окончательное. Добровольцы продолжают свою работу. Евгения Августина, Жанна Набок, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».